Итак, дорогие друзья, сегодня мы продолжаем говорить на тему влияния людей. Сегодня я хотел бы поговорить именно о контроле. Вы знаете, существует дух контроля. Этот дух контроля — это как демонический дух, который желает, чтобы кто-то подчинялся. Он желает подчинять себе волю человека. Вы знаете, это опасные вещи, но они очень распространены. Контроль может процветать и в семье, когда кто-то из родителей пытается контролировать молодых, когда жена пытается контролировать мужа, муж пытается контролировать жену. И люди страдают этим вирусом контроля. Но есть как демоническое помазание на этом, когда именно контроль начинает производить смерть, когда люди начинают травиться, травиться реально через какие-то слова, когда кто-то начинает контролировать жизнь другого человека в церкви. Что происходит в эти моменты? Дорогие друзья, вы должны знать, что в этот момент человек, который дает себя контролировать, теряет Божье покровительство. И вы должны знать, это правда. Потому что когда ты находишься под властью великого Бога, самое первое, ты не должен дать никому и ничему себя контролировать. Если тебя будут контролировать люди, если тебя будет контролировать страх, если тебя будет контролировать жажда, наживы или что-либо подобное, Бог уберет свою руку. И дьявол это знает. Поэтому Он подсылает людей, которые бы могли взять контроль над тобой. И эти люди будут отравлять тебя, конкретно послушайте, по отношению к чему и к кому. Все контролеры всегда будут отравлять тебя по отношению к тем людям, которые для тебя являются благословением, через которых Бог влияет на твою жизнь. Поэтому, зная это, ты должен уже заранее останавливать влияние контроля в свою жизнь. И кто бы ни пытался тебя контролировать, ты должен сам внутри это отвергнуть и победить. Никогда никому не дай себя контролировать. И никогда не сам не становись контролером. Все люди вокруг тебя должны быть всегда свободны в своем выборе. Точно так ты должен быть свободен в своем выборе. И никто не должен взять вверх над твоей волей. Пусть Бог тебя благословит. Будь человеком, который поклоняется живому Богу и который дает контролировать себя только Святому Духу. Пусть Бог тебя обильно благословит. Аминь.